друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua меня зовут александр перед вами смартфон под названием okitel k6000 эта модель которую нужно было снять уже давным-давным давно но лучше поздно чем никогда модели очень интересны по своим техническим характеристикам по цене по внешнему виду смартфона ну и конечно же за счет аккумулятора который здесь на 6000 миллиампер часов поставляется модель вот в такой вот коробки стандартная заводская как упаковка от производителя про характеристики поговорим чуть чуть позже поставляется с телефоном вот такая вот зарядка зарядка у нас идет на 2 ампера вот такой вот usb кабель стандартный ничего особенного но и здесь от т.г. и наушники наушники вакуумные хорошего качества сама модель у нас выполнена в стандартном дизайне для компании okitel можно так сказать здесь присутствует металлическая крышка здесь присутствует металлический ободок со всех сторон я считаю что данный дизайн смотрится выигрышнее нежели нежели модели от компании дуги дуги хомтом ht6 и 6 и так далее плюс здесь применена технология 2 и 5 д то есть здесь у нас такое закругленное стекло которое по данным от производителя имеет защиту от ударов то есть это трехслойное бронированное стекло и так спереди у нас 5 5 дюймовый дисплей дисплей у нас здесь на разрешением hd 2 5d стекло 513 камера здесь пятерка здесь 13 сзади датчики приближения освещения динамик разговорный и три сенсорных кнопки кнопочки у нас не подсвечивают снизу микрофон разъем для и микро юсб с этой грани у нас лоток для sim card здесь комбинированный лоток sim card то есть можно поставить либо две симки либо одну симку плюс micro sd карточку сверху у нас разъем для наушников с этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз и кнопка включения выключения сзади смартфон представлен вот в таком вот виде вот это вот под пленочкой это металлическая крышка это все пластик здесь представлен динамик двойная вспышка и камера на 13 мегапикселей по своим техническим характеристикам по своим техническим особенностям смартфон очень похож на модели дуги дуги ht6 дуги t6 и в принципе основная похожесть заключается и в том же процессоре в том же размере представлен смартфон с тем же разрешением дисплея и с таким же плюс-минус аккумулятором аккумулятор здесь представлен на 6000 миллиампер часов коротко пробежимся android 5.1 mtk 6735p hd разрешение дисплея 13 мегапикселей камера 2 гига оперативки 16 встроенных данная модель поддерживает отече разъем то есть можно подключить мышку флешку клавиатуру и так далее здесь точно такой же четырехъядерный mtk 6735p 4 ядра по 1.0 мульти тач тест здесь пятиточечный тачскрин аккумулятор у этого смартфона это самое большое достоинство это то за счет чего конкурирует эта модель с этими дуги т6 и ht6 и у результат он показал аналогичный конкурирующим моделям то есть 14 250 баллов то есть можно сказать что какой-то очень большой разницы по аккумулятору здесь нет и ожидать ничего сверхъестественного не стоит поэтому если вы думаете какой смартфон будет держать зарядку больше дольше дуги либо аукетел одинаково они будут держать то потому что результаты они показали аналогичные естественно я тестил gps gps никаких проблем нет gps ловит спутники ловятся хорошо экран здесь по технологии айпи с огс воздушные прослойки здесь нет 2 и 5d технологии я уже говорил и стандартные для смартфонов аукетел прикольные красивые рамки которые в потушенном состоянии не видны практически ну а во включенном состоянии допустим если зайти в настройки то они конечно видны но на данный момент уже все к этому привыкли я думаю и у нас уже не расстраивает прошивка полностью на русском языке здесь есть возможность обновления есть такой софт все иконки располагаются у нас на рабочем столе без проводное обновление на данный момент мы пользуемся самой актуальной версией прошивки это хорошо как правило с обновлениями прошивок в аукетеллах устраняются различные баги с плей маркетом и тому подобное поэтому по прошивке тоже никаких проблем нет никаких таких супер особенностей то о чем стоит отдельно рассказывать как бы тоже нет есть различные датчики жестов разблокировки двойной тап по экрану присутствуют поэтому здесь все более чем стандартно по современным меркам 2016 уже года производительность для данных устройств что я имею ввиду под стандартная стандартная это значит что здесь автономный mtk 6735 который предназначен для автономности смартфона а не для воспроизведения современных игр таким образом крутые мощные игрушки у нас не будут идти с максимальным fps и чтобы получить такой fps придется все таки уменьшать показания графики однако даже вот сейчас вы видите асфальт 8 у меня запущен на максимальных настройках да он немножко подлагивает немножко просто весь процесс идет медленнее чем нужно было бы но тем не менее даже в таком режиме можно играть и я уверен что некоторые люди в таком именно так вот и будут играть но можно снизить до средних и все будет у вас отлично слов о звуке смартфона внешний динамик отличный разговорный микрофон динамик тоже без каких-либо проблем я оставил симки в этот смартфон все у меня работало отлично звук в наушниках в принципе довольно таки громкий неплохого качества но присутствует в некоторой степени басы но конечно же хотелось бы большего эталонного звука в наушниках с хорошими качественными большими наушниками вы здесь не увидите к сожалению и не услышите но опять же на базе этого процессора везде аналогичное звучание то есть она плюс минус везде одинаковая еще хотел сказать по поводу сетей модель полностью адаптирована для рынка украины работают все сети работает 2g 3g без каких-либо настроек без каких-либо доп версий и танцев с бубном вы просто ставите симку выбираете в настройках соответствующую информацию передачу данных настраиваете с какой sim карточки раздавать и выполнять 3g интернет и у вас все работает без проблем как с первой таки со второй симки камера в этом смартфоне у нас аналогичная моделям дуги опять же я сравниваю потому что это два конкурирующих смартфона основные конкуренты друг другу камера у нас на 13 мегапикселя основная и на 5 мегапикселей фронталка видеозапись у нас идет формате full hd качество в принципе нормальная вот такая вот фотография у меня получилось еще сделаю пару фоток и вместе с обзором в описании по ссылочкам вы сможете это все посмотреть вот это вот фотография далее еще сейчас покажу фотографию вот и дизель на каком расстоянии это все ну в общем камера за эти деньги она достойна я держу в руках аукетел к 6000 скорее всего те кто смотрят этот обзор так или иначе знают что такое дуги ht6 или хомтом ht6 или дуги т6 основными отличиями между ними являются во-первых цена данная модель ну где-то на 15 долларов дороже естественно в гривнах это гривен там 400 здесь у нас идет выполнена модель в совершенно другом дизайне мне этот дизайн больше нравится здесь присутствует металлическая крышка сзади в ht6 там сзади пластиковая крышка 2 и 5 10 стекло которое тоже мне нравится больше она выглядит лучше и по отзывам как минимум от производителя на основании роликов промо роликов от производителя можно сделать что данный экран будет прочнее потому что производитель хомтом и дуги вместе с ним они таких промо роликов не снимали значит все таки побаиваются аукетел снимают такие ролики забивают гвозди этими экранами всей серии к 10000 к 4000 к 6000 вот по автономности по зарядке эти смартфоны полностью аналогичны точно такой же результат показывает оба смартфона на этом в принципе все я бы рекомендовал кто готов расстаться с более большей суммой денег лучше брать аукетел к 6000 но и тем не менее ht6 тоже очень популярны и тоже их отлично покупают на этом все спасибо за внимание оставляйте комментарии пишите заходите к нам в группу подписывайтесь на канал потому что все смартфоны все новинки мы будем обязательно для вас снимать заходите к нам в интернет магазин antelife.com.ua и приобретайте аукетел к 6000 на этом все всего доброго аукетел куске и и и и и и Продолжение следует...